Девушки отдыхают 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 В Библии что-то говорится второй раз, два раза, это что-то очень важное. Я написал вам отцы, потому что вы познали безначально. И вот это обращение к отцам церкви, это не то, что что-то особенное, отцы церкви, это те братья и сестры, которые являют отцовскую любовь на этой земле и исполняют волю Божию. Именно эти люди, они познали сущего от начала. Сущий, можно перевести еще, Егова. То есть тот, у которого нет ни начала и нету конца. Это вечный Бог, если так вот размышлять, почему очень важно для отцов познать сущего от начала, потому что вы знаете, на самом деле, сущий это тот, кто вечно существует, Бог, он самодостаточен. Даже если вся эта земля погибнет и вся вселенная будет уничтожена, Бог через какое-то время может все полностью восстановить, опять же сотворить, потому что он творец неба и земли, он может все это сделать посредством Слова Своего, как Библия говорит. Но Бог не хочет так делать. Бог хочет поделиться с нами своим благословением, и Он хочет нас видеть сотворцами и соотцами вечной жизни. Аллилуйя! И вот это благая вещь, на самом деле. Бог не хочет сказать нам о том, что вы вообще ничего не значите, ничего не стоите. Бог через Иисус Христа, через эту жертву, Он призвал нас в общение с самим собой. Сделал, Библия говорит, нас равными самому себе. Во Христе Иисусе мы становимся равными Богу. Как это не звучит, может быть, для кого-то можно сказать, ну как так вообще можно сказать. Это не я говорю, так написано в Библии. Библия говорит о том, что Иисус Христу не почитал хищением быть равным Богу. Потому что это Сын Божий, это Слово Божие, и мы в Иисусе Христе пребываем. Поэтому мы также равны Богу, и Бог действительно призывает нас в свою славу. Если мы это осознаем, Бог хочет просто сделать нас участниками чего-то особенного, чего-то великого. Он может сотворить все, что Он захочет. Он может родить все, что Он захочет. Он может произвести все, что Он захочет. Но все это Он хочет делать через нас. Все это Он хочет делать через Церковь свою. Все это Он хочет, особенно проявляя свою отцовскую любовь, Он хочет через верующего человека. Слава нашему Богу. Давайте мы откроем это уникальное место, где написано про Филадельфию. Книга «Покалечность» 3 глава. Обращение Иисуса Христа к Филадельфийской Церкви. С 7 стиха звучит. У кого нет Библии, можете смотреть здесь. Но лучше все равно Библии иметь с собой, чтобы проверять, читать, так ли, точно ли говорят. 7 стиха апостол Иоанн восклицает. И ангел Филадельфийской Церкви напиши. Так говорит святые истины, имеющие ключ до них, которых отворяют, и никто не затворит. Затворяют, и никто не отворит. Зная твои дела, вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы. Это не увлек. Потому что апостол Павел в другом месте, он говорит, когда я немощен, тогда я силен. Аминь. И наоборот, когда человек ищет со своей силой, это не есть благословение. Очень важно каждый раз осознавать о том, что насколько мы бессильны, беспомощны, без него. Мы что-то можем сделать без Бога, конечно, но ни к чему хорошему это, как правило, не приводит. Наоборот, здесь звучит похвала. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. На самом деле, послание филографийской церкви не звучит ни одному обличению, как и послание в Смиринской церкви. Всего лишь есть две церкви, где звучит только одна похвала. Одна похвала. То есть там верующие себя вели очень правильно, и звучит такая похвала от Бога. И Иисус Христос обещает, вот я сделаю что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковой. Потому что суть иудеи – это тот, кто обрезан не по плоти, но крайнее обрезание плоти сердца своего. Тот есть истинный иудеи, об этом пишет апостол Павел. Но не суть таковой, а вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Север иду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил пенца твоего. И давайте мы вот это запомним, обетование Иисуса Христа на этом береге. Побеждающего сделаю столпу в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, новое Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Тринадцатый стих. Имеющий угодно слышит, что дух говорит церквам. Если говорить про исторический аспект, этот город, это единственный город на сегодняшний день, который до сих, до сих, до сих существует в Малой Азии. На сегодняшний день этот город носит название Аллахшеб. Это единственный христианский город, который находится среди магометанских городов. Буквально несколько дней мы были семьей в городе Стамбуле. Стамбул, я хочу сказать, это бывший Константинополь. Это бывшая столица всего христианского на то время мира. И вы знаете, на самом деле, мне как-то было не очень, не по себе, когда я ходил и рассматривал, ну, например, тот же храм Святой Софии, который переделали в мечеть. И хотя там вот фреска видна самого Господа Иисуса Христа, но для меня Стамбул на сегодняшний день это символ поражения, или неполного доверия Господу, когда просто христиане были не особенно верны. Если говорить про Филадельфию, этот город и по сей день остается верным, и Бог исполнил свое обетование. Среди магометанских городов, среди всех тех городов, которые перечислены в книге Откровения, это единственный город, который сохранил свой христианский статус. Он по сей день находится в окружении исландских городов, но очень много верующих христиан и мусульмане почитают этот город и называют Алашер в переводе, с арабского языка переводится, как город самого Бога. Можете себе представить, насколько глубоко почитание магометан или мусульман к этому городу, потому что они говорят, там живут истинные верующие, несмотря на то, что они христиане. Алёры, это верность христиан того времени, хотя прошло уже 2000 лет, этот город остался христианским, среди мусульманского мира. Я, конечно, славлю нашего Бога, потому что Бог исполняет свои обещания. Он сказал, побеждающих сделаю столпу, в арабе Бога он уже не выйдет вон, этот город стал столпом, воистине. И напишу имя Бога моего, этот город называется именем Бога, уникальный, правда? Но старое название этого города это Филадельфия, это тот город, в котором царила братская любовь, христианская любовь. Если говорить про какой-то человеческий аспект, мы говорим и на уровне нашего даже физического здоровья, о том, что существует 7 периодов жизни человека, то это примерно период от 40 до 65 лет, когда человек вступает в какую-то такую свою зрелую фазу. Он обязательно к 40 годам чего-то должен достичь, добиться, он достигает какого-то статуса, положения в обществе. На этом периоде очень важно человека, чтобы он стал полезным не только для своей семьи, но и для социума, который его окружает. И, как правило, человек целеустремленный, он достигает каких-то определенных таких вершин. Но здесь возникает такое противоречие. Примерно за 50-60 годам у человека развивается довольно умная интеллектуальная такая, знаете, деятельность. Он может воплотить все свои какие-то желания, мечты. Он становится очень трудолюбимым, ну, я говорю о лучшем, в человечестве. Но человек начинает себя отмечать, что, к сожалению, все то, что он планировал, все то, что хотелось воплотить в своей жизни, для этого не хватает уже здоровья, силы уже не те, силы начинают уже угасать. Но период, конечно, если говорить про христиан или отдельно взятую церковь, это период отдельно взятой церкви, которая обязательно проходит зубая церковь на этой земле, если она двигается за Господом Иисусом Христом, если это жилая церковь. Она обязательно войдет в эту фазу Филадельфии. Давайте мы об этом более подробно прочитаем. Итак, я начну с того, что есть одно уникальное место, которое написано в Евангелии от Марка в 9 главе. В прошлый раз я коснулся темы общения, навык общения, жертва общительности, о том, что мы, христиане, призваны к какому-то уникальному общению. Мы те, которые призваны общаться. Но что заключено, почему общение занимает такое важное положение в Библии, в Евангелии, мы сегодня поподробнее разберем. Здесь Евангелие от Марка в 9 главе, 38 стиха, звучит так. При всем Иоанн, ученик, любимый ученик Иисуса Христа, сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесы, а не ходит за нами». То есть он не входил в число последователей Иисуса Христа, просто использовал имя Иисуса Христа. И запретили Ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал, «Не запрещайте Ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злозловить Меня». И 40 стих еще можно прочитать, здесь написано так. «Ибо кто не против вас, тот за вас». Очень интересная такая библейская мудрость, которая говорит о том, что на те времена люди начали применять имя, только имя Иисуса Христа. Просто вот человек случайно узнал, что на самом деле существует такой великий учитель, за ним идут его апостолы, и они изгоняют бесов именем Иисуса Христа. И он отдельно от них начал все это практиковать. И это начало работать. Когда ученики увидели это, они, «Какое ты имеешь право вообще? Ты не ученик, ты не апостол, ты вообще никто. Кто тебя упоморочил делать вот эти вещи? Мы тебе запрещаем, как апостолы Иисуса Христа, мы тебе запрещаем это делать. Но Иисус Христос говорит, «Не запрещайте, ибо никто сотворивший чудо имени Моим не может вскоре злозловить Меня». То есть, Библия в этом месте говорит о том, что имя Иисуса Христа обладает какой-то колоссальной властью, какой-то колоссальной силой, чем-то невероятной. Благодаря этому имени мы входим в какие-то сферы, где могут происходить какие-то невероятные чудеса. Исцеление, освобождение, благословение и воскрешение. Итак, кто не против нас, тот за нас. Первое место, которое сегодня хочу открыть, что касается общения, это написано в первом послании к Коринфянам, первая глава, с первого стиха, первое к Коринфянам, с первого стиха. Я почитаю по десятый стих. Здесь звучат какие-то уникальные истины. Апостол Павел начинает свое послание. Павел, волю Божию призванную, апостол Иисус Христа, и со свин, брат Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа. То есть, кто-то постоянно призывал имя Господа Иисуса Христа, потому что в нем сокрыта колоссальная защита, сила помазания во всяком месте и у них, и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Не предстанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе. Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Давайте мы запомним это, что мы в нем обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Если вы знаете имя Иисуса Христа, если вы применяете, используете, читаете Слово Божие, вы обогащаетесь всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании ожидания явления Господа нашего Иисуса Христа, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Представляете, неповинными. А общение, которое дает это имя, благодаря которому мы можем входить в общение с Богом, оно дает нам невинность, определенную непорочность, омовение в этой драгоценной Святой Крови. Девятый стих. «Верен Бог. Бог верен. Аминь. Которым вы призваны в общение с Сыном Его Иисус Христа, Господа нашего. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Вот это и есть братская любовь. Филадельфия. Библия здесь говорит о том, что верен Бог, которому мы призваны в общение с Сыном Его Иисус Христа, Господа нашего. Мы призваны в какое-то общение. Я немножко объясню вот эту картину. В чем вообще сила общения? Как вы думаете? Я приведу обычно такой пример, что когда, например, два человека влюбляются, какие-то предбрачные взаимоотношения, он любит ее, она любит его, и вот между ними складывается какое-то очень плотное, довольно тесное, я могу сказать, интимное общение. Можно сказать, что они не могут вообще надышаться, они поедают друг друга, они смотрят, и так далее, и так подобное, и они постоянно только думают о том, что вот просто все свое свободное время я буду проводить с ним или с ней. Происходит очень тесное общение. На простом языке происходит обмен словами, информацией. она узнает о нем абсолютно все, насколько это возможно, он узнает о ней, они абсолютно откровенные, искренние, развиваются какие-то тесные, доверительные взаимоотношения. Но я хочу сказать, есть такой интересный феномен. Так продолжается до свадьбы, потом еще после свадьбы, есть так называемый, что, медовый месяц, а потом, когда произошло такое плотное слияние, двое стали одной плотью, есть такой интересный парадокс. После полного слияния, он уже не относится к ней, как к возлюбленной, или как к любимой, или уже перестает превозносить, она стала частью его, он начинает относиться к ней, как к кому? Как к самому себе. И она так же, перестает боготворить его, или там она так восхищалась, он был такой прекрасный, он так ухаживал за мной. После того, как медовый месяц прошел, ну, лежит на диване, лежит, да, там, ну, просто газету там свою читает, короче, там. Это становится чем-то привычным, она к нему начинает относиться, как к самому себе. Если была какая-то недооценка своей собственной личности, и человек себя не уважал, он автоматически начинает не уважать свою половину. И ничего с этим поделать нельзя. И вот самый опасный момент в брачных взаимоотношениях, это когда двое друг друга очень сильно полюбили, ну, вот, это самая знаменитая история, это история Ромео и Джульетт. Страстная какая-то, невероятная любовь, и что они сгорают в этом время. И как вы думаете, почему? Библия нас учит тому, что если мы не входим в общение с Богом, мы остаемся без защиты. Есть такой очень библейский принцип, что всякой жене глава кто? Библия так говорит, глава мужа. Всякому мужу глава кто? Иисус Христос. А Христу глава Бог. Есть определенная такая духовная иерархия, которая, опять же, она ни в коем случае не призвана кого-то унизить, или сказать, зная свое место. Это просто духовный принцип. Стекание и лея, по голове и по бороде, по краям риса аорона, или так стекает, и так возникает определенная такая защита. Мы, христиане, сохраняем свой брак только тогда, когда сохраняется вот этот принцип. Жена, она починала мужу своему, она признает его власть, она почитает его. Муж со своей стороны призван прилепляться и входить в общение с кем? с Богом. В этом защите. Невероятная защита. Если муж об этом забудет и прилепится к своей жене, да, и забудет о Боге, эта семья теряет защиту. Вы видите, сколько семей в этом мире просто разорваны, да, разрушаются, притом абсолютно безнаказанно. Люди женятся, разводятся, и это происходит бесконечно. Но статистика говорит о том, что самые надежные браки, они, эта планка до сих пор удерживается за христианами. У христиан самые прочные и надежные браки. Почему? Потому что мы имеем общение не только друг с другом, мы имеем общение с Богом. Когда, ну, я не говорю о том, что это привилегия только мужей, иметь общение с Богом через сына его, Иисуса Христа, это великая привилегия как мужа, так и жены, так и детей. То есть каждый член христианской семьи имеет прямой вход во святая святых через жертву Иисуса Христа, но ответственность все-таки лежит на главе семейства. Какая ответственность? Являть в своей семье отцовскую любовь. Через то, что глава семьи ответственна, непрестанно находиться как можно чаще в тайной комнате и пребывать в общении с сыном Иисусом Христом. И это единственная защита, которую можно защитить. Мой брак, мои взаимоотношения. Еще одно место, которое я хочу прочитать, здесь мы запомним, что Бог верен, Он призвал нас в общение с Сыном Его, Иисусом Христа, Господа нашего. Что происходит? Когда я общаюсь с Иисусом Христом, вот у нас развиваются какие-то очень тесные, интимные взаимоотношения с Господом в этом общении, в этой тайной комнате. Мы обидимся информацией, опять же, да? Я говорю те слова, которые написаны в Библии. На самом деле, как Библия говорит, что добрый человек из сокровищницы своей выносит добро, злой человек из сокровищницы своей выносит злое. Когда человек не входит в общение с Богом через жертву Иисуса Христа, через эту открытую, приоткрытую занавесу, автоматически человек, любой человек, независимый, он будет скатываться в другое общение. Апостол Павел говорит, я не хотел бы, чтобы вы имели общение с бесами. Автоматически человек начинает подвергаться какому-то такому мощному, довольно иногда, демоническому воздействию, депрессивным каким-то очень тяжелым состоянием, страхи, ужасы и так далее и так подобное. Человек не может спать, он теряет покой и так далее и так подобное. И кто-то ему постоянно внушает. Все плохо, все просто валится из рук, у тебя ничего не получится, ты неудачник и так далее и так подобное. И подводит человек просто к мыслям о самоубийстве. Но Иисус Христа не так. Потому что когда мы удерживаем эту позицию общения в Сыне Его Иисус Христе, мы сохраняем, мы пропитываемся им, мы принимаем Его качество, мы становимся таким же, как Он. И возрастаем в миру полного возраста Иисус Христа. И Бог через это дает нам колоссальную защиту. Наши браки становятся очень сильными. Слава всех. Это первое послание от Иоанна так начинается. Иоанн вообще очень много писал именно о том, как пребывать в общении, как пребывать во свете. И здесь он пишет первое послание от Иоанна, первого глава с первого по седьмой стихи о том, что было от начала, что мы слышали. Я думаю, что Иоанн писал это с большим благоговением. Что видели своими очами, что рассматривали, что сезали руки наши. Мы трогали Я лежал у Него на груди. Апостол, я был любимый ученик. Он слышал даже тогда, когда Иисус говорил шепотом о слове жизни. Ибо жизнь явилась и мы видели и свидетельствуем и возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Вечная жизнь явилась нам. О том, что мы видели и слышали и возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. Смотрите, здесь происходит обмена такая градация. Апостолам пишет, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И все пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И здесь, вы знаете, привилегия Отцов в Церкви это иметь общение с Отцом и Сыном Его. А когда ты еще находишься на уровне духовного младенчества, то, что мы проходили, духовного детства, духовного отричества и духовного юношества, у тебя еще нет этого навыка. Ты думаешь, это какой-то абсурд, это какое-то безумие. Что я буду там сейчас, кому-то сейчас один в комнате и с кем-то разговаривать, ну, если кто-то услышит или там, не дай Бог, подумает, что я совершенно совсем сошел с ума. Но на самом деле это духовная незрелость. Когда мы не верим в то, что мы можем иметь общение с Богом, это признак духовной незрелости. Значит, я еще пока не дорос. Я прихожу в Церковь, чтобы услышать о том, что о, кто-то, сестра получила откровение, брат сказал какое-то свидетельство, ну, и так далее, и так подобное. Мы начинаем получать откровение и убеждаться о том, что это реально, он сегодня живой, да? Это единственная личность на гробе, которая написана. Что вы ищете его здесь? Его здесь нет. Не ищите живого среди мертвых. И по сей день эта надпись, она там, в Иерусалиме, и верующие приходят и смотрят, ну, просто почитают вот так, ну, на самом деле, а что вы сюда приходите и приезжаете поклоняться? Зачем? Иисус Христос, Он воскрешит Бог. Он и сегодня реальная личность. Он не ждет нас у своего гроба. Аминь. Он ждет нас на всяком месте. Он желает общаться с нами в тайной комнате. Он ожидает нас с радостью, чтобы поделиться всеми своими благословениями и обетованиями. с пятого стиха. И вот благовестие, то есть радостная весть, которую мы слышали от Него, и посвящаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во сне, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисус Христа, Сын Его, очищает нас от всякого греха. Аллилуйя. То есть здесь двояк. Мало иметь общение с Богом. Кто-то может сказать, а мне достаточно, я с Богом разговариваю, мне вообще больше никто не нужен. Но это тоже, это другая крайность. Бог не для этого создал церковь, чтобы кто-то возомнил о себе или там, ну, что-то как-то где-то превознесся. А церковь нужна для того, чтобы мы имели не только общение с Богом Отцом и с Сыном Иисусом Иисусом, чтобы мы имели общение друг с другом во Святом Духе, чтобы исполнялась вторая заповедь. Возлюби ближнего своего, как самого себя. В тот момент, когда мы ходим во Святе, в тот момент, когда мы пребываем в этом общении, мы выносим, знаете, интересный такой, опять же, феномен, который говорит о том, что когда человек терпит, христианин может потерпеть поражение, если бы он что-то просто спрятал в своем сердце, ему плохо, но он не хочет этим делиться. Ему плохо, он уходит, ну, просто на самом деле, и вот эта тьма начинает его поглощать. Иисус Христос учит о том, что если ты из тьмы выносишь на свет, темное становится светом. Можете себе представить, какое обетование? Когда мы открыты друг перед другом, мы просто делимся какими-то своими ошибками, или какими-то, ну, на самом деле, кто-то упал, или кто-то, что-то приключилось. Церковь – это то место, куда можно прийти и просто поделиться, сказать, помолите за меня, пожалуйста, да, ну, поддержите меня в молитве, ну, мне плохо сейчас. В тот момент, когда мы делимся друг с другом, Библия обещает, что Иисус Христа очищает нас от всякого греха. Аллилуйя. Это уникально. И это происходит только в момент общения. То есть, когда мы общаемся, мне очень важно до вас донести сегодня, когда мы верим в то, что мы можем общаться с Богом, мы становимся подобны Ему, мы начинаем принимать ту информацию, которая приходит от Бога через жертву Иисуса Христа, мы становимся подобны Ему и возрастаем, начинаем возрастать в мир полного возраста Иисуса Христа. Когда мы отпадаем от общения, мы постепенно, незаметно для самих себя начинаем погружаться куда? Погружаться во тьму. Еще одно место, которое я хочу прочитать, и здесь мы открыли для себя, что есть общение друг с другом, есть общение, еще раз я прочитаю, наше общение с Отцом и с Сыном Его Иисусом Христом, то есть задействованы две ипостаси Единого Бога, Отец и Сын Иисусом Христом. Что с Духом Святым? Давайте еще одно место откроем, оно написано в 1-м послании Коринфянам, 13-13. Только 1-13 стих я хочу почитать, и там написано «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, а у Иисуса Христа очень много благодати. Благодать это то, что дается даром, аминь, поэтому так называется, дать благо, даром, не по заслугам нашим, а просто потому, что Бог так сильно возлюбил. У Иисуса Христа очень много благодати. Любовь Бога Отца, отличительная черта самого Бога это то, что у него очень много любви. Бог есть любовь, Он источник любви. И что написано по Святой Духу? И общение Святого Духа со всеми вами аминь. Аминь. Здесь мы прочитали о том, что и у Иисуса Христа, и у Бога Отца, и у Духа Святого есть что? Общение. И Библия нам об этом повторяет, повторяет, повторяет. Имейте общение с Богом, имейте общение с Сыном Его, Иисусом Христом. И общение Святого Духа со всеми вами да пребудет. Это очень важный такие моменты. И мы начинаем понимать, да, о том, что общение это что-то уникальное. И семья, она только тогда крепкая, и церковь только тогда крепкая, когда существует общение. на самом деле мы периодически встречаемся на домашних служениях, мы можем собраться раз в месяц чай попить здесь, мы обмениваемся информацией, какими-то свидетельствами. Слава Боже Богу, происходит общение. К сожалению, в последнее время очень много церквей, которые постепенно уходят от общения. Просто вы пришли в церковь, отсидели, послушали проповедь, но проповедь это не общение, проповедь это монолог. согласны со мной? Вы слушаете проповедника, но вы сами сказать ничего не можете. Вы просто слушайте. А кому-то хочется на самом деле поделиться чем-то, ну, каким-то свидетельством. Вот, приехала сестра из Казахстана. Мощнейшее свидетельство, на самом деле, более, я хочу сказать, что это человек, который был просто уничтожен дьяволом. То есть, это просто человек, который на самом деле, ну, она была использована, на самом деле, она была очень опытным наркодилером и просто распространяла наркотики, за ней охотилась. Этот человек был просто падшим. И Бог находит этого человека, да, можно сказать, дает любовь, колоссальную любовь. Пасторе там, брату на то время не был пасторем. И на сегодняшний день он ее полностью восстановил. Та женщина, которая не могла иметь детей, рождая дочку, да, уже на самом деле. После того, как она пропустила через себя столько наркотиков, ее здоровье было разрушено, Бог дает ей полное сселение. Кто это делает? На сегодняшний день мы реально можем убедиться, что Иисус Христос это истинный Бог, это истинный Господь, Который есть наш Целитель, наш дать славу нашим Богу. Аллилуйя. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Сегодня я хотел рассказать вам про посланник этого периода. Посланник этого периода конечно же бесспорный является Джон Беслей. Он родился 17 июня 1703 года. Я о нем уже периодически рассказывал, потому что лично у меня просто какое-то восхищение от этого человека, потому что то, что он сделал за всю свою жизнь, он прожил 88 лет, закончил, у него было очень солидное образование, в принципе, это был ученый человек, он закончил свое образование в Корфорде, в Англии, он был сыном Капеллана, но он был очень религиозным, в том плане, что он не был возрожден свыше, и вот, когда он закончил духовную семинар, он поехал в Америку проповедовать индейцам, и вы знаете, на самом деле, тогда он потерпел полную неудачу, когда он вернулся из Америки обратно в Англию, он упал просто всякой на пол и летал, в том, что я пытался спасти индейцев, одно из племен, но кто спасет меня самого, там, во время миссионерской своей деятельности, во время своего первого миссионерского путешествия, он потерпел полный крат, он убедился в том, что он ничего не может, и он просто принес очередную религию этим людям, которые их не спасают. И давайте мы еще раз запомним о том, что религия не спасает, она не спасла еще никого, церковь также не спасает, спасает только личность, и это личность Иисуса Христа. И через какое-то время он встречается с маравскими братьями, и один брат Петр, он говорит, человек, рожденный свыше, он говорит о том, что тебе надо родиться свыше. И начинается история Джона Веслей, когда он получает рождение свыше, Джон Веслей потом пишет о себе, что в тот момент и с того момент, когда я родился свыше Святого Духа, я, Слово Божьего, не было даже 15 минут в моей жизни, когда бы я находился в подавленном состоянии. трудолюбие или работоспособность этого брата были просто какие-то грандиозные. Он вставал всегда в 6 часов утра и проводил по 4 служения в день. Каждый день с понедельника по воскресенье он нес служения 4 раза в день. И таким образом в год он нес более 800 служений. 800 служений в год. Очень много людей рождалось свыше, очень много людей через эти служения получали какие-то колоссальные сверхъестественные исцеления. Вот эта вот родоспособность, когда он начал делать себе учеников и они на конях разъезжали по разным селам, история говорит, что он преодолевал иногда по 7000 километров. Об этом вы можете также прочитать в биографии Джона Баслия. И он привел такую способность, то есть в момент своего служения он был полностью погружен и посвящен Богу. Через него дефекториально являлась любовь отца. Как в прошлый раз я говорил про период Мартина Лютера, реформатора, который родил очень много церквей, также родилось реформаторское движение, но не было еще здравого учения, не было чего-то такого методичного, что дало бы людям установку какую-то или какую-то твердость или возрастание. Люди просто рождались и просто в качестве младенца просто оставляли. У Джона Уислея была очень четкая методика евангелизации. Он именно взращивал христиан как отец, как их духовный наставник и как духовный отец. Через него проявлялось очень много людей. За всю свою жизнь, за все свое служение он приобрел более полумиллиона христиан на то время считали последователями Джона Уислея. Половина миллиона. И это не просто христиане, которые просто родились выше. Это христиане, которые возросли через его здравое учение. Здравое учение это то, что дает здоровье. Правильно? Здоровье моему духу, моей душе и физическое здоровье. Апостол Павел восклицает, чтобы ты во всем преуспевал, там преуспевает душа твоя. В твоей душе очень много радости, но в жизни, реально практической жизни христианина очень много пока еще беспорядка. Вот у Джона Уислея была такая методика, когда он взращивал христиан до того уровня, когда они просто утверждались и церкви становились такими здоровыми. Это период братской любви, период Филадолфии. Когда церковь стала и возросла в такое очень здоровое состояние. Правда чудесно? Когда Джон Уислея набрал очень хорошую такую, знаете, ну я могу так сказать духовную форму, этот человек буквально излучал какую-то бужу славу. Он приезжал в какой-то город и никто об этом не знал. И люди начинали стекаться просто к этой площади. Он всегда проповедовал, он никогда не проповедовал в церкви, он всегда проповедовал на площади. Он мог проповедовать от одного человека до десяток тысяч человек. И люди стекались на эту площадь, не зная, неведая, куда идут. Они стекали и когда он начинал проповедовать, они просто падали ниц, не так, как сейчас падают, ну там, плашмяли, как-то еще там на спину, просто вот в каком-то ошеломлении. Люди падали ниц, пред Богом, и начинали рыдать и исповедовать свои грехи перед Богом. Было какое-то грандиозное покаяние. И служение могло продолжаться 2-3-4 часа, потом небольшой перерыв, этот служитель сделал небольшую передушку, начинается второе служение. Второе служение заканчивается, 3-4 часа начинается третье служение. Третье служение заканчивается и вечером уже, поздно вечером, начинается четвертое служение. Не было более 15 минут, Джон Бесли говорил такие слова, когда я находился в подавленном состоянии. Почему? Потому что этот человек находился в общении с Отцом через жертву Сына Единородного Иисуса Христа, пребывал непрестанно в общении Святого Духа, и когда ты в этом общении пребываешь, тебе не может быть плохо. Аминь. Ты постоянно излучаешь эту благодать. И знаете, интересно, что в семейных взаимоотношениях, что является самым таким знаменательным, каким-то обленным главенствующим, это принцип любви. Принцип любви заключается в том, что в прошлой проповеди я касался этой темы, о том, что бесполезно ждать. Большинство семей делает такую грандиозную ошибку. Муж ждет, когда, наконец, жена будет любить и почитать. Жена ждет, когда, наконец, ее муж начнет любить. Вот, ее носить на руках. Но этого почему-то не происходит. Джон Услей учил своих прихожан и свою паству о том, что ждать не нужно. Торопитесь любить. Начинаете любить сами. Принцип любви заключается в том, что любовь приходит к тому человеку, который любовь легко отдает. Делись этой любовью. С окружающими его людьми, в семье он очень щедр на прикосновение, на какие-то слова, на какие-то ласки, на какую-то поддержку. Кого-то хвалит постоянно и постоянно слова любви. Слова любви. И я хочу поделиться сегодня. Вы знаете, что нужно сделать, чтобы любовь ушла из вашей семьи? Чтобы она ушла из вашей жизни? Нужно просто перестать проявлять эту любовь. Перестать проявлять или говорить слова любви. Когда человек не стает проявлять любовь, любовь от него угодит. Понятно, что человек может теорически знать, что любовь где-то существует, но на самом деле он в это уже по большому счету просто не верит. Это не для меня. Но кто виновен в том, что любовь ушла от него? Бог ли виновен? Сам человек виновен? Аминь. Потому что он перестал пропускать через себя вот эту самую живительную лампу, потому что это принцип источника. Родник он бьет ключом до тех пор, родник истощает эту живительную лампу, вода через него будет проходить. Если родник каким-то образом засох или завалило каким-то образом, он перестает давать эту живительную воду, то люди перестают приходить к этому источнику. Слава нашему Богу! Сегодня я хочу прочитать девять заповедей одной потрясающей женщины. Я думаю, вы уже догадываетесь. Я почитаю очень эту женщину. Я считаю, что это сестра в нашем Господе. Речь идет о матери Терезе. Ее девять заповедей уникальны. И они относятся как к семье, так и к обществу. Это личность, это другая личность, которая произвела очень большое влияние. Когда церковь дорастает до уровня Филадельфии, она начинает влиять на общество, она начинает влиять на города, она начинает влиять на страны. Вот бы нам дорасти, да, да? Но я верю в то, что у нас это все впереди. Девять заповедей матери Терезе, Терезе, они звучат так. Люди часто неразумные, нелогичные и эгоистичные. Несмотря на это, прощайте их. Если вы добрые, вторая заповедь, люди могут добрыми. Третье, если вы преуспеваете, у вас появятся не только истинные друзья, но и ложные. Несмотря на это, преуспевайте. Четвертое заповедь, если вы честны и открыты и искренны, люди могут вас обмануть. Несмотря на это, будьте чисты и открыты и искренны. Пятое, то, что вы строили многие годы, кто-то может разрушить за одну ночь. Несмотря на это, продолжайте строить. Если вы достигнете спокойствия и счастья, люди могут начать вам завидовать. Несмотря на это, продолжайте быть счастливыми. То хорошее, что сделали вы сегодня, люди завтра забудут. Несмотря на это, продолжайте творить добро. Отдавайте мир лучшее, что вы имеете. Хоть этого зачастую может быть недостаточно, несмотря на это, отдавайте. Девятая заповедь в моем представлении самая потрясающая. Если вы осуждаете кого-либо, у вас не останется времени любить его. Если вы осуждаете кого-либо, у вас не останется времени любить его. Любить несмотря ни на что. Аллилуйя. Давайте покусим Матери Довер Храма Наши Бога. Делаю столпу в Храме Бога Матлова и он уже не выйдет вон. Я хочу подметить, что с каждым периодом все труднее и труднее справляться с какими-то соблазмами, но на каждом уровне самый тяжелейший период, который мы будем проходить в следующий раз, период Лаудикея. Там вообще практически по причине умножения беззакония, как Библия говорит, во многих охладеет любовь. Но и победа очень прекрасная. Победа на уровне Филадельфии, побеждающая сделала ее столпом фраме Бога Моего, и он уже не выйдет вон. Я напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, Новая Иерусалима, нисходящего измена от Бога Моего и имя мое новое. Слава нашему Богу! Мы благодарим Тебя, всемогущий Бог, за братскую любовь, которую мы можем иметь и которую мы уже, я могу так сказать, частично имеем, Господь, мы устремляемся к ней, Господь очень, мы учимся в Тебя, Господь. Мы устремляемся к общению во Святом Духе, Господь Открой нам еще, что есть это общение, дай нам почаще проводить время с Тобой, дай нам начинать день с того, что Господь просто входить в свою тайную комнату, обращаться к Тебе по имени, применять Твое имя, потому что имя Иисус Христос и сегодня имеет колоссальную власть. Аллилуйя, отец, нам просто нужно в это поверить. Господь, чтобы мне иметь непрестанно просто пребывать в общении Святого Духа, чтобы мне иметь дезламение уходить во святая святых Бога через жертву Иисуса Христа, чтобы мне иметь общение с братом или сестрой, чтобы срабатывал вот этот принцип, что в этот момент кровь Иисуса Христа очищает меня от всякого греха. И сегодня я узнал, чтобы мне сохранить срабатывал.